Пауза выдалась действительно небольшой, так что мы возвращаемся на четырнадцатый сезон D20L и на гран... грандфинал. Это грандфинал. Грандфинал. Финал нижней сетки, OneMove против CyberCats, счет 1-1 и третья решающая карта. Выясняем, кого Дахак будет выкатывать в Best of 5, что называется. В Best of 3. В Best of 3, да. Ты прям так уверен, что Дахао разнесется сегодня? Мы решили, что... Одну на тесте отдает, одну на тесте отдает. Подожди, а в следующем же сезоне было ровно то же самое. Мы такие, ну тут 3-1, ну или 3-0, да, от BB, а потом, ой, 3-2, по миллион часов каждая карта, вылезаем отсюда уже ночью. Я это видел уже один раз. А еще патч новый, надо максимальный тест устроить. Так, у нас есть теперь текстовый вопрос из чата, и на него можно, кстати, ответить. Чтобы задавать эти вопросы, нужно в чат в ВРУХАП ВК заходить. Это, если что, по-моему, это нас спрашивают или это спрашивали зрителей? Это нас спрашивают. Это, ну, как бы... Это викторина, по-моему. А, это зрители, зрители. Да, 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 это зрители спрашивают. Какой вопрос? Вопрос. Открой героев? Нет. Можешь героев открыть? Сейчас сделаю. Мне нужно героев открыть, чтобы посмотреть хотя бы что-то. Нет. Это, соответственно, не компетитив, а просто матчмейкинг. Кто может быть? Это что? Это должен быть максимальная шляпа такая прям. Лютая. Максимальная шляпа. Шисп какой-нибудь? Может быть... Потому что паблики на шиспе плохо катают, но его и мало катают. Нет. Это какая-то вот прям максимальная... Может быть... Леон? Омни Найт. Как тебе такой вариант? Нет? Да нет. С Омником там был нормальный патч, когда он прям... Ну ладно, хорошо. Висп. Это Висп. Реальный Висп. Я гений. Иди. Ну да, походу, очень много прямых рук у нас в матчмейкинге, поэтому Висп трудно к исполнять. У Виспа самый низкий пик рейд, не считая Чена. Чен на самом низкой позиции. Был, ну, во всяком случае, раньше. Он очень скучный к исполнению. Обычно на Виспе ты играешь, когда играешь в дуо минимум. Да. 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 Опять же, обязательно заходите в наш чат TrueHub. В ВК. Три раза в день будут появляться вопросы. И кто ответит первый, того, ну, соответственно, на этот вопрос, того сообщения мы и покажем в эфире. Димон расколол. Это вопрос как орешек просто. Легко. Висплеер просто. Да. Ну и... А, это из-за тебя такой низкий рейд, похоже. Из-за меня именно, да. Опять же, показываем еще смешные и самые интересные сообщения тоже в эфире. OneMove CyberCats. Поехали. Третья карта пики. Худвинг сразу же выкатывается для OneMove с пиком. Интересно, какой ответ последует опять же от CyberCats. И в бане оказывается Энигма. Энигма, да. Ну, когда вот эта мета была с белкой, да, на ферспике, ну, OneMove как раз, ну, это экс-гамбиты те самые, они белку очень любили. Опять же, Йонт и вот эти ребята, да, забирали. Почему? Не знаю, сейчас она вообще вот как бы не смотрится на тот самый ферспик, хотя и заезжает здесь. Короче, за последний год, если брать дата баф, то Фурион имеет самый низкий винрейт, 43 на нынешний и на вообще, в принципе, ну, в общем, почти весь год он имеет 43% винрейта. Если не засчитали нам апелляться. Вот. Не-не, там за всю историю было. Там нет очков, Серег. Все нормально. Вот. О, Даззл пак. Ничего себе связочка. Я говорю, за Даззла будут цепляться. Я говорю, этот герой, он основной. Тут под него можно кого угодно набирать. Мы и Урс увидели, да, как Урс хорошо смотрится, и та же самая комбинация под Сларка. Великолепно. Но Сларк, наверное, во второй стадии уйдет, потому что я говорю, второй раз они его не потерпят. И самый низкий пикрейт за год у Бруды. Димон, походу, с Татсманом хочет с... Да не-не, он смотри, чакует просто, что творится. У Бруды? У Бруды, типа, год назад было 0,73 и сейчас 0,97. Короче, самый худший пикрейт на планете. Даже Элдор Титана чаще пикует. Я один из вот тех людей, которые на протяжении этого года пикал Бруду. Я вот один из 0,97 процентов. Из ПА и Бруду. Да. Слава богу, мы с Тэф ПАТи не играем. Вопрос, зачем ты пикал Бруду, честно говоря? Пару-пару раз. Мысль, когда она была неплохой герой. Когда переработали? Когда у нее был, да, когда у нее шелковый болл появился адекватный. Шелковый болл этот самый. В принципе, есть. Вот. Она через Аганим начала играться и в целом нормальный герой. Она неплохая, но, опять же, на ней нужно очень хорошо микрить. Сейчас она, кстати, немножко даже должна была вроде как подапнуться. Нет. Плохой патч для нее вышел же вроде. Ну, то есть, да, но нет. Она должна была. Она настолько плохо все равно себя ощущает. Вот, типа, на этой неделе у нее там change. Она, слушай, с 39 до 44. Ооо, серьезно, серьезно. По минрейту это, конечно, очень хорошее изменение. Спасибо Valve. 44 минрейта на паблике. Так, ладно, поехали. Что там у нас на драфтах? Эмбер Спирит. Эмбер Спирит в пака. Нормальная тема. Кстати, пак, ну, хороший Эмбер, но пака убивает. Прямо через первую, вторую. Ничего страшного, что там ультимейт. Все дела. Типа всех Спирит и Флоя. На самом деле Эмбер Спирит пака прям очень сильно сгрызает. Потому что эти паки, которые играют без подсейва, без всего, через свой Вичблэйд, любят без шифта вообще поиграть, да, еще долгое время. Поэтому первая, вторая, чейные фесты, они прям пака закрывают. Любой Спорт приходит, пак минус. Не очень понимаю, почему КТ настолько сильно рейтит пака стендов Сларк под Даззл. Да, если у тебя фестпик Даззл, мы понимаем, насколько Сларк становится Эмбой и можно было бы, в принципе, и пикать на второй. Почему нет? Ну, да нет, Сларк... Сларк не супер Эмба, его... Выснос Войт. Очень много народу наберут. Очень много героев. Ну, и Войда, кстати, сразу убирают. Ну, и Сларк ответили как раз банк. Нет, Сларком первый Войт в ответку. Окей. Ну, а пока по драфтам опять же Даззл. Вот мне интересно все-таки, почему от этого Даззла вообще не избавляются. То есть, избавляются от Визаджа и Энигмы, считая их более опасными, чем этот герой, хотя под него можно какую-то комбинацию не только со Сларком еще собрать на линию, в том числе... Да, можно еще и с Акса пикнуть, попытаться хотя бы разочек. Не, пожалуйста. Но это... Было бы хорошо, наверное? Нет? Мне нравится, когда вот этот крест висит, типа тысячи лет, типа аутс и дела. Настолько прекрасные инициации сразу. А так, знаешь, разрубил и дальше на моспиде там подбежал. Слишком хорошо будет, тебе не кажется? Нет, нет. Но того не стоит. Не надо так играть. Что-то... Не работает так в дате. Нет, нет, нет. Вот эти контрпики все, вот это вот... Пупей дота вот это... Кому оно надо, правда? Бегай, бегай. Просто пикаешь то, что по кайфу. Тебе же потом еще Best of 5 играть. Ну, в ламину же, если на нелюбимых героях. Конечно, конечно. Ну, сразу мышечная память там. Тебе же потом Best of 5 играть, да? Ты просто мог бы 2-0 закончить часик отдохнуть, но будешь 8 играть карту или сколько там? Нет, зачем? 6. Зачем часик отдыхать еще? Форму потеряешь. Лучше устать перед Би-Би, прям максимально жестко, чтобы Дахак уже на тебе покатался. И вот тогда вообще идеально. Выдохнуться. Самый первый карт скинтауэр точно будет, будет прям в телегу проезжать. Нет, телегу ждем. Телегу и драмы максимально ждем. Ну, кстати, да, бессмастер что-то даже... Ну, то есть, к сожалению, драмы, собственно, аганим на БМе мы просто не увидим еще очень долгое время, потому что у тебя билд из доминатора второго. И в целом дальше уже не так уж важно, что ты будешь собирать, но все равно аганим ты скорее всего не будешь брать, потому что все остальные вещи типа шарда полезнее. Даже несмотря на то, что он немножко слабее стал, все равно тебе нужен какой-то блинг, БКБ, ну, или простые барабаны, а не аганимные. Ну, вообще у Cybercast тут мощненько так вырисовывается. Бристалбэк сверху еще. Сейчас нужно вот с этим даблпиком вообще не ошибиться. Но против Бристалбэка тут пока действительно нет какого-то супероружия, в плане, ну, есть шарпшутер типа белки, который вроде как если не накладывает... Да, фантомку пикаешь и не паришься просто. Берешь фантомку, берешь ножи, влетаешь, снимаешь пассивку и давай. Тебе нужен сейчас опять же милишничек какой-то, да, на сложную линию для Васи. Какой милишничек для Васи? Да все еще панду можно взять, чтобы Бристалбэк летал. Панду, Бристалбэк просто. Во-первых, Бристалбэк может летать, во-вторых, Даззл может летать. Да, да, топ-контроль. Это, в принципе, герой, который раздражает прям очень сильно. Там нет ничего, что может остановить. Ну, кроме пака типа он стал и кидает. Кстати, по-моему, из-под Dreamcoil уже не можешь улететь. По-моему, да. If I'm not mistake. Флордар. Флордар это, по-моему, как раз герой, который в пабликах, если я не ошибаюсь, поднялся по винрейту очень неплохо. Он Бристалбэк контрит неплохо, потому что под Коррозию Хейзом Бристалбэк рассыпается за секунду. Ну, и самое главное, что потом у него талант на неснятие. Мы же не убрали этот талант на невозможность снятия. На 25-ом все еще. Не должны были. По-моему, он на 20-ом у него. На 25-ом? По-моему, на 20-ом. Я, конечно, могу ошибаться. Вообще, это сильный спелл, он на 25-ом должен быть. Ну-ка. 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 Да, на 25-ом, правда, невозможность развеивания. Сильный талант. Коррозию Хейза. Да, это прям тяжко было бы на 20-ом. Так, 10 секунд резервного времени. One move остается. И это Undying. Вот, кстати, это чем-то похоже вот эта связка саппортов. На первую карту только она была у CyberCats как раз. Undying плюс Hudwing. И контроля там, честно говоря, очень-очень сильно не хватало. Но здесь контроль есть. Если связки хорошие, под бушвак сверху работает, у тебя чин стан просто бесконечный, да. Пак страдать будет. Примерно 10 секунд стана по факту, по персонажам. Ну, стана, дизейбла, неважно, да, там, связки, рутов. В любом случае это очень-очень плотно, учитывая, что Dazzle, типа, дает Grave на сколько, на 6, да, по-моему? 6-6. 5, по-моему. Все, началось, да? 4,5. 3,7. Длительность увеличена с четверки до 5,5. А, ну, короче, наоборот, она даже уменьшена. В общем, на финальном левеле 5 секунд, а 5 секунд. 5 секунд. Я, кстати, раньше думал, что она, по-моему, вообще не скейлится. Ну, то есть длительность всегда одинаковая вроде была. Ну, тысячу лет назад, я имею в виду. Скаров, Маже, прикольный герой против имбиря. Топс. Минус. Контроль. Марс. 100% прямо сейчас. Первый персонаж и второй. Сэнд Кинг. Нет, Сэнд Кинг, да. Сэнд Кинг, кстати, но его не пикают вообще. Ну, да, да, да. Один из, по-моему, 16 героев, который не был пикнут на мейджоре. Сэнд Кинг. Да. Да. Это казалось бы, да? У нас раньше везде был. Месяц назад в первой стадии он улетал. Да, да, да. Что-то меняли ему? Сэнд Кингу? Просто. А, Бару Страйк, по-моему. Просто он всех бесит. Да? Дальность применения увеличили ему. Причем нормально так на первом левеле, но потом та же самая. И все в целом. Я так понимаю, что народ слишком много миссовал с первым Бару Страйком. А он прям копает. И чуть-чуть. И чуть-чуть. И чуть-чуть. Так, да. Уехал Марс. И еще один такой же парень, который идеально будет заходить под Скайрос Мэджа. Это кто? Кто это такой? Ты чё? Ну, милишник. Под Скай какой-то, да. Милишник нужен. Да все еще панда норм. Нет, что-то под Скай. Нам под Скай героя, который ворвется моментально, тебе сделает стан, и ты под мистик флайер просто убьешь героя. Скай очень жестко контрит еще Эмбера. Драгон Найт. Ну, типа того. Ну, Драгон Найт вообще сейчас выпал совершенно. Как и Сэнд Кинг, кстати. Что, Кентавр остается? Увозить Бристолбека? Опа. Может с Телегой еще? Остается Кентавр. Вчера был Кентавр без Телеги, и у Кентавра ноль армора. Как мы выяснили. Ну что, Лансер? Луанар еще есть. Он под Замедло работает. Это, конечно, не супер-мега стан, но все же. Лансер, Луна. А, новый Тайт. По этому и можно взять. Встать, новый Тайт прикольный. Хорош тем, что еще, кроме этого, минус армор дает под Бристолбека. Кстати, гаш, гаш, и потом еще шардом подставил. С шашлыком, да. Мини этот, мини-равидж. И, в целом, тимфайт у Сайберкотов будет вообще шикарный. Из минусов с большим КД. Единственное, что Тайден нужно пофиксить, это вот скорость. Скорость шипа вылетает. Да, да. Появляется Свен для OneMove? Слушай, все. Я бы Тайда брал. Вообще не думал бы. Срезаешь ему урон белый. Кайфуешь по жизни. Да, потом от ГДС все равно умираешь. Но зато ты довольно плотный. Его довольно хорошо апнули. Из минусов, да, под Ская, возможно, не супер-классно. Потому что у тебя стенд появляется только на шестом. Так что остается Кентавр и Тайт. И что еще? Тайт неплохо. Тайт смотрится явно прикольнее, но... А сколько там кулдаун этой способности с шарда, кстати? Не очень большая. 60, по-моему? Не-не-не, она, правда, маленькая. Тут... Ну, тут не написано, правда, надо просто зайти в этот... По-моему, она там маленькая, правда. Я катал недавно с Тайдом в одной команде. Было довольно-таки много от него станов. Прям регулярно начинаешь с этого. Андерлорд еще есть. Тайт. Шар детский. Ну, Андер... 20 секунд КД. Могут Санкки помнить, на самом деле. 20 секунд КД у этой штуки? Да, но она не супер-сильная, на самом деле. Это дефолтный бестмастер, по которому мы тоже забыли. Она же не сквозь БКБ. Она станет от рейвейджа. То есть она супер-сильна только с талантом на 25-м, когда у тебя плюс 1 секунда рейвейджа становится. Вот. И там тогда дизейбл на 10 секунды. Мастер идеальный пик, опять же, останавливает Свена, который там до Блокенбара доберется. В общем... Неплохо. Сайберкет с темп. Опять же, у них вот эта дабла в оффлейне может хорошо сыграть. Это раз. Потом Бристалбек посмотрим, как его темп, да. Насколько Ван Моу будет бегать там на его стаке и так далее. Потому что если он темп возьмет, его не остановит никакой Свен. Они только в лейте могут драться, когда Свен там очень много артефактов добирает. Потому что у Бристалбека, в принципе, только же дэмэджа, сколько у Свена под ГДС. Просто смотри, у тебя есть снятие пассивки с Худвинка, у тебя есть Коррозив Хейз. Это шикарно убивает Бристалбека, а Свен реально с ГДС будет уничтожить. Но у тебя нет акса, да? Потому что у тебя Бристалбек, ты его бьешь, ты его отлично пробил под Коррозив Хейзом, под снятие пассивки, у тебя вешается Грейв, и он тебе наносит еще миллиард демонов. Ну, Эмбер все это время должен хантить только Дазла, это будет зависеть от того, будет ли у него БКБ ранее, потому что синаче он получит Ancient Seal и где ВП. Давайте попредиктим. Серега, на ВП. ВП, окей. Я за нами тогда. Хорошо, работаю. Во! Ладно, давай, хорошо. Ну, ванвовы по идее должны все-таки эту сервию довозить, но... Но тебе мелажол не нравится, там мелажол и Эмбер вперед. Я прямо пошел сейчас за ним на Вальда отлично. Так, Ван, коэффициентики от наших друзей из Winline. 1.51 на OneMove и 2.3 на CyberCast. Не забывайте, друзья, про баннер под нашу трансляцию, который дает до 10 тысяч фрибетом, а мы, соответственно, будем наблюдать третью карту. Да, будем поглядеть. Довольно интересный набор героев, в отличие от предыдущей серии, где прям нужно было постараться проиграть. И парни из OneMove постарались. CyberCats выходят на Top Bound Toast. Здесь возможно сделать First Blood через Poison. Чего бы и нет. Плюс замедление от Конкасева довольно плотное будет. Как раз заходят. Еще и птица палит весь движ от BM. Кстати, Фокус у нас играет не через топоры, а через Кабанов, что на Лайне против Свена может выглядеть не самым лучшим образом. Но с другой стороны два милишника и замедление будет очень-очень даже хорошо выглядеть. Перлайф. Сохраняет позицию. Палит, будут ли какие-то варды ставиться. Чудная птица полетела. Ну и так никакого ганга не получилось. Осуществить Катам. Хотя вот здесь уже можно попробовать подраться. Втроем выходят Каты на ботом руну. Здесь Меложул. Еще и рядом с Малин Найт кидает свой стан. Пошел еще и Дикей. И привязали неплохо Фокуса. Еще и связки Меложул прокачал для того, чтобы фестбат осуществить. И Союж забирает себе ФБшечку. Что довольно приятно с одной стороны. С другой стороны, конечно, то, что пришлось связки качать на Эмбире, может сказаться на первых пачках крипов на Меду. С другой стороны, все равно фесты тоже хорошо, конечно. Но пака можно будет немножко прохаразить. С моим первым спалом. Что ж, Связблад начинает ванмулы. Уже приятно. Afterlife. Давно я не видел, кстати, этого замечательного хлопца на селедке. Связали Дазла. Пытается его пробить. Вася. Много ДПСа по Дазлу. И к нам присоединяется Ильям. Можешь рассказать, что тебе сегодня принесло к нам? Привет, друзья. Привет, ребят. Привет, чат. Привет, Рухаб. Меня зовут Денис Илэм. Я сегодня в гостях. Да. Ну и поподробнее уже поговорим на аналитике. Пока мы пригласили нашего гостя посмотреть, покомментировать с нами третью карту финала лозеров. Вот. Как тебе вообще матчап? Да. Как тебе драфт? Не знаю. Я тут очень сильно форсил тимбера. Я думал, что в конце возьмут CyberCats. Но в том числе для него плохая игра. Сильно. И бисмастер окей. Не знаю. Свен выиграет? Думаешь? Возможно. Унял. Хорошо. Вопросов не имею. Я, честно говоря, не знаю. Здесь нет какого-то овердрафта. Здесь просто есть две идеи, на мой взгляд. Да. Про огромного Свена под бафами. И под хорошими д-бафами. Вот. Селедки вместе с Белкой. Но. С другой стороны. У CyberCats будет вот этот момент. Тричайшего. Разноса. Где они будут иметь агоним на Bristol Back. И доминатор на бисмастере. Это будет их жесткий пик сила. Где они просто контролируют всю карту. Забирают Рошана. Идут вот этой пачкой. Дикой. Убивать все налево и направо. В свою очередь в OneMove. Мне кажется, намного сложнее. По макро надо будет играть. Все равно такое ощущение, что после патча все команды еще пока думают над пиками, думают над стратегиями. И до конца не понимают, что же все-таки будет работать. Ну, конкретно вот справа драфт у нас прям классика. Угу. Предыдущий патч. И понятно, как он должен работать. Где он в какой момент должен работать. Будет ли против него хорошо, например, использован тот же самый Sven под Слардаром. Потому что этой связки я уже тысячу лет не видел. Я пропустил. Кстати, Zeus в бане был? Нет? Я, честно говоря, не помню. Ну, если ты про катов, то они паков взяли в первой стадии. И Эмбер тоже, по-моему, чуть ли не в первой стадии появился. Поэтому в основе свои не баня для мидера. Где-то мувы возьмут. Типа это пак, дазл. Там против нигдец. Окей. Где-то пока что совершенно спокойно стоит на своей линии. В принципе, у нас никто не страдает сейчас. Да, у нас Сайберкоты довольно часто проигрывали линии в предыдущих своих матчапах. В том числе и вчера против BB. Все три карты. Но мы видим, что сейчас все у них в порядке. Под номер, правда, только вот нафидил свой там бой. Третья карта. Понятное дело, что все будут играть, наверное, максимум свой. Аккуратненько, осторожненько. Пармяты потихоньку. Угу. Никто никуда не двигается. Сейчас активных рун пока не будет. До шестой. Там расчеловка полнейшая. Дазл уходить еще нельзя никуда. Мне кажется, они его здесь с белкой-то вообще запросто. Бристлбека? Ну, в зависимости от того, есть ли у него кольцо Регена или... Ну, вангард он к четвертой, пятой, пятой должен получить. И после появления вангарда, в целом, дазл может быть спокоен и идти куда хочет. Но он не лучше просто контролер руны. Скорее всего, этим будет заниматься Фезер на Скайрафе. Ну, там руна контролится снизу. А, ну, у них все нормально в центре там. Ровненько идут. Радиант Боттен Таро поднялся. Смайли Найт пока что с бросирочком пойдет через классические Фейзы. Через Мом, очевидно. Мом немножко поднерфили. Но для Свена это, на самом деле, не такая же большая проблема. Особенно, если выпадает маска на нейтралку. Фейзер. Станчик пошел. Пантомем думал ставить тамбу, не думал. Решил, что фиг бы с ним. Он запинает, нет? Нет. А вот Дазл решил подставиться. Это единственная цель, которую здесь могут убивать Васю вместе со своим саппортом. Потому что Шигетсу неприбиваемый. Особенно за коленем ангарда. Он у него павится буквально через... Ну, надо дойти просто до лавки. Два гриппа и все. И у него уже он... Мне кажется, Дазл к нему, возможно, и не придет больше. Кто знает. Там надо забузить руну, возможно. В смысле, Боттл на миде. Нет, нет. Он прилетает на топ все-таки. Будет помогать Шигетсу. Шигетсу кайфует дальше. Почти пятый левел. На миде у нас противостояние очень равное. Эмберспирит Паку не уступает ни в чем. Меложулу, конечно, надо проснуться после предыдущей игры. Серега был супер недовольным его исполнением. Что вчера, что сегодня. Особенно на предыдущей карте. Он тамил. Ставит тамба. По-моему, это халява просто. Надо динайд, 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 динайд. У него нету липа, но он мог задинайд свою тамбу. Стан тем временем полетел по Фогусу. Фогусу больновато, но не настолько. Отличная работа от Фезера по вопросу дэмэджа, который он выбивает просто по пантомему и по томему. В принципе, ничего не остается, кроме как пресс-оп-таверны. В любом случае ресурсов у него просто не было. Так что он что так динайдлся, что так погибал. Ничего страшного там нет. Какие-то мемные ремнанты от Меложула. Возврат для того, чтобы, если что, отконтролить топ руну. Но ему везет. У него регенерация. Еще и минус пак, возможно, здесь будет. Нет? Фрезер прокатывается. Сайленс. Хороший дремкоил. Туда же. И есть Грейв еще сверху у Дазла. А нет, он не прокачал. Он третьего левла. Но этого хватает для того, чтобы пробить очень плотно Меложула. Но Меложула регенерируется при помощи маны. В смысле, при помощи руны. Главное, что пак ушел. Пак красавы. Егор отыграл здесь, ну, на максимальных мансах. Еще и тэпаус совершенно спокойно зачитал. Правда, потеряет время. Некоторое для того, чтобы вернуться на лайн. И Вангард появляется на шаги. Это суппокайфу. Еще и Солу Ринг сейчас принесет. И можно будет плеваться. И вот Afterlife уже начнут свои проблемы. Хотя Сордор немножко бафнут. Особенно на лайне. За счет первого спала. Армором. Пантомием. Тут 15 минут, мне кажется. И у дайеров будут проблемы. Мне кажется, что они просто пойдут и задавят их с тамбой. Со всем этим. Ну... Конечно, их 4 милишника. Ты, походу, давно не видел Бристалбека, да? Ну... Так. Минус тамба очередная. Очень много пантомием фидит тамбой. Целых три тамбы уже подряд отдал. Оно того явно не стоит. И Смайли Найт спасибо ему за такое не скажет. При этом всем прилетает у нас сюда Белка на ботом. Попытка убить Фогоса. Фогосу больновато. Но... Вроде как живет. Нет. Швак помогает. Добивает. Все-таки Смайли Найт своего оппонента. И Федор пытается уйти. Крест есть? Нет креста. На 3-й ловл все еще. На Дазле просто прорубивого устроено. Дайте книгу человеку. Ну там 50-я еще парня не дадут. Ну там 50-я еще парня не дадут. Да. Но честно я вот вижу какой мув сейчас возьмут и просто понесутся. Сколько бы тамбами не сидели, все равно они разгонятся. Все еще реально, мне кажется, недооценивают Престалбэк. Посмотрим. Как раз таки вот пик силы. Будет у Сайбер Котов совсем скоро. Как только появится первый домик на Песте и Аканим на Престалбэке. Там уже по факту к этому моменту уже будет Владмир на БМе. Вот. У тебя активный пак, который будет помогать создавать тимфайты. Ну как активный? Свитчблейдом, да? Там может быть плюс каким-то артефактом минимально. Ты просто ешь на Рошана и за контестить это будет суперсложно. Вот. Но, опять же, да, понятное дело, что на ошибаться можно. Как минимум, ван мувы в данный момент доминируются на две тысячи. Это супер много. Учитывая, что Суэн еще даже стаки не фармил. А нам могут, кажется, показать? Только что показывали. Напоминаю вам, дорогие друзья. Вы показывали, да? Я не видел еще. Ты не видел? Покажите нам еще раз на всякий случай, потому что я что-то тоже заговорился. Может быть, не посмотрел. Ну, тем временем падает. Егор, Dreamcoil. Вот как раз таки вовремя коэффициенты показываются. Но пока мы посмотрим на этот тимфайт. Потому что чужие стаки пришел фармить Смайли Найт. И у него, получается, здесь еще отстанет Егор. А тут уходит на арбе. Саюж таверну. Окей. И все-таки отогнали Смайли Найт от чужих стаков. Частин, конечно, зафармил. Но не все. Это самое главное. По Фезеру идет очень много ДПСа от Эмбир Спирита. Да, Эмбироид пытается уйти. Там пак мог бы влететь до Сау, но он на лоу ХП. Не тупал. Dreamcoil надо. А, Dreamcoil есть. Ставка, да. Окей. Так вот. Коэффициент там был 1,3. Если не ошибаюсь, на OneMove. До 10 тысяч прибетов, напоминаю, вы можете залутать от Twinline по бандерочку под трансляцией. Да. Ну и понятно, что сейчас OneMove является фаворитом не только просто потому, что они имеют 2000 перевеса и просто они являются фаворитом всего матча. Не думаю, что после этого файта коэффициент сильно изменился, по-моему, вообще. Ну, ничего не поменялось. Поменялось только то, что OneMove знает, что у противника там есть таки, и им, возможно, стоит заресетиться просто и заново зайти туда же. Желательно, возможно, еще и взять с собой селедку в лапке и пойти заниматься грязью. Потому что пока Afterlife, конечно, на полном фрифарме, кайфует, зафармил себе Момчик, с ним он будет еще быстрее фармить. Видел я также от Afterlife на селедке Мидас, но, слава богу, что он от этой идеи отказался, потому что по темпу было бы пока. Время есть. Сайберкэтсов надо быстрее фармить в стаке. Они уже зафарм... А, нет. Они Unshay не зафармили, зафармили только большой кемп. Бристлбэк может это сделать в целом, но у него ресурсов маловато. Ему нужен даззл желательно, чтобы тот поездом повесил на минус армор. Ему книгу не дали. Ну, все, GG получается. Грейвов не нужен. Нет, Грейв на четвертом возьмет 100%. Ты играешь сейчас 2-1-1, потом начинаешь раскачивать хил. В основе свои и так играют почти все. Ну и Пантомем также играет. Он вроде... Она могут кликнуть на даззл? Да, видимо, не хотят. Это наши дергеры и они не очень любят исполнять наши желания. Эх, жалко. Самое главное наше желание. Это Бристл фармит в Монстаге там у него хп. Да, да, да. Все, все. Ну, видишь, он потерял почти все хп. Фезер тем временем отгоняет. Сейчас зарестетится нормально. Да, да. Ну, он залутал свои бабки, пошел как раз на топных ворс уже. Но проблема вся в том, что у бака и беста мало, а у беста вообще все плохо. То есть, если бы у Фогаса все было в таймингах, то у него уже должно было быть 2 минуты назад как доминатор. С этим доминатором он должен был бы уже лупить тавар. А мы видим то, что его соло белка дефает. Это просто рофл, так и БМ игра не должна идти. Ему нужна какая-то подкрепа плотная. Желательно, чтобы это был пак. Но пока ничего подобного не происходит по ротациям. Союж. Они задавят сейчас его. Ну да, да. Ну то есть, они в любом случае разменивают тавар. Афтерлайв забрал на топе. Она просто уходите. Уходите. Не, они найдут все. Конечно, это белка. У них в Файн Вижена никакого нет, кроме одного спала от Фогаса. На миде. У нас тут сражение минимальное было. Меложул с легкостью расправился с тушком. И надо убивать мидл. Нет, не будут. Не будут. Размениваются даже нечего. Ну все. Разменялись по таварам. Получается, что мы его забрали на топе. Парни с Эверхайдс на боте. Теперь идет Девардинг Чужого Леса. Там надо поставить свой Вижен. А вот и Томбочка. Против Фогаса. Вообще-то Тамба просто идеально стоит. Сейчас все помирают здесь. Абсолютно все остаются. Меложул пришел. Связки дал. Праймл Ро получил. Но никакой разницы нету. Пак улетит, ставив Дримкоил. За спиной Шегетсу. Тем временем выживает. Потому что опять же. Давайте посмотрим, сможет Исмайли Найт с ГДС справиться. Да, справляется. Справляется. Нормально. И Егор. Не, ну кнопки жмутся, конечно, от Сайберкотов. Честно говоря, так себе. Учитывая, что Егор вообще мог бы здесь не находиться. После отдачи Дримкоила. Нафиг он сюда пришел. Ладно, Эмберспирита забрал. Хотя бы так. Задаст, он прыгнет? Конечно прыгнет. Ему вообще пофигу на все уже. У него Блинкдайгер супер ранний. Потому что у него Мом Блинк. И у него супер много фарма. В сравнении особенно с Бессмастером. Так что... Майл Найт идет просто на мидл Гритачо. А кто мне помешает? У них кто. Это без ГДС еще было, по-моему, по Бристаллбеку? С ГДС. С ГДС? Ну, вроде выглядело как будто так. Но с другой стороны, когда у него маленький, я согласен с тобой. Наверное, и не было. А можно Fight Recap нажать. Успеть. Сажмите. Успели. Красавцы, парни. Так. Где там? Не было ГДС. Просто Мом нажал. Это Walking Dead был от Undying. Все стояли, убили Тамбова. И после этого все провалились по итогу. Ну, сразу в минус 3 и все. Там плохая драка от CyberCats. Не там, где им хотелось бы ее принимать. Там ба шикарно поставленная. Очень долго справлялись с Undying. Аймберспирит нанес миллиард урона. И дальше будет только хуже. Судя по всему, эта карта будет односторонней достаточно. Ну, в то же время нет еще Аганима. Так, DreamShap Oil ставится. Silence. Рвет. Все. До свидания. Смайли Найт просто разорвал только что трех игроков Сайтерка. Минус пассивка. Сейчас будет. Но! Я думаю, надо писать. Время, время. Ну, типа, а что вообще? Еще и финал сразу, да? Ну, нет. Такой финал. Гопу финал, парни. Голенекс, что называется. Ну, потому что что-то делают-то еще. Ну, то есть, если у вас так разрывают в пик про CyberCats, про темп. Да, пик про то, что они собирают свои самые главные шмотки, которые у них примерно на 20-й появляются в виде Аганима 2-го Доминатора. Идут, ломают. Идут, убивают. Все. Они вот пятером, типа, как мужчины играют. У One Move of Late еще есть. Если команда с Лейтом выигрывает вот сейчас уже, с семью тысячами на 14-й минуте, с коэффициентом 1-0-6 против 1-6-3, при этом всем до 10-ти тысяч ребятов не забываем. Вот трансляция имеется по баннерочку от VinLine. То... Я тут не вижу аутов. Аутов буквально ноль. Ну, ладно. Соло Данге. Ты правда пристал? Да. Так он в темп не успевает. Вообще ни в какой. Ну, точнее, не он. Висмастер не успевает в темп за ним. Я причем понял то, что ему второй домик здесь даже не особо поможет, что его хрипа будут стирать нафиг. И он решил то, что надо взять себе шардецкий. Союз в Тайверном. Ну, я говорю, соло киллы они могут исполнять. То есть Primal Aurora, Mystic Flare. Все это очень хорошо. Но этого больше не будет, скорее всего. Вот один еще, максимум два. Да даже если пять еще фидов таких, это человек, к сожалению, в данном момент так сильно не поменяет. Только вот даст немножко темпу бисмастеру. Бисмастеру надо возвращаться в игру. Это факт. Абелка встает, пойдут на Рошана. Или уже на Рошана идут. Да, они уже в Рошане. У них же минус армор под селедкой. Так что им кайф вообще максимально забирать его. В принципе, то же самое и Катан собирается. Обычная команда с Bristol Back всегда забирает первого Рошана. Но не тут-то было. Нафидели парня, нафидели. Помогли спокойно сыграть из-под фарма. Вообще никуда не двигаться, особо не заниматься. В файтере. Зачем им эта драка была в лесу, в Рейдинг? Просто не понятно. Были уверены в себе и в своих силах. Но там бисмастер порешал. Сларк в бане был, правильно? Да, конечно. После предыдущей карты Сларка мы больше не отдаем. Да я уверен, что если бы Каты вышли в гранд финал, и Би-Би бы им Сларку убрали бы. Потому что они вчера уже получили. А что нам свет обратно вернули? О, нормально. Наверное думаешь, что все уже? Рассвет, походу. Да. Выхода нет. Ключ поверни и полетели. Свен прилетел на блинке. На Фогоса. В ДС. Вкусно. Раз, два, три. Это все без минус армора еще. Кто-то сейчас недовольный. Кликает на Дазла. Агрейдия. Но он бы даже не спас его в любом случае. Да. Там без шансов выходить. Ну вот он агоним. Рейди на Бристалбэке. Хочется еще БКБшечку. БКБшка не сильно пока поможет ему. Что маг ДПС это не так уж много у ванмовов. Намного больше физики. Опа. Прилетел. Прилетело. А Егис надо выбить? Нет, не надо. Без шансов. Просто ХП не хватает. В смысле не хватает ДПС. Потому что у саппортов очень маленький левел. Они же вдвоем тут. Куда они? Ну что они рассчитывали? Очень не повезло тебе с картой, братан. Пришел посмотреть эту отбивную. Какая-то совсем односторонняя. Так вот сели на Шигетсу. Да. С Малин Найт понимаешь, что ГДС в стране нету. Поэтому нет никакого смысла двигаться. А как из такого выбираться? Да непонятно. Ну попробовать последний раз подраться. Там за хайграунд. Т2 дефить. Ммм. Ау ты очень сомнительный. Ну если попробовать спину, как-то обойти. Попробовать пиковнуть. Быстренько Эмбера. Не дать закастовать Тамбул. Что-нибудь такое. Очень, кстати, на сплите могут поймать. Вот сейчас они видят Смайли на это будущего топ-2. И просто влететь. Просто дать ультимейт. Фогас при помощи Тамблиссоя пытался инициировать. Сплинка у него, очевидно, нету. Стан полетел в Саюша. Но Пантомье. Больновато, больновато. Рор есть. Крест тоже. Все неплохо. Размениваются сплами у нас команды, но при этом... Поздно. Стран потягивается. Да, Стран пришел. До свидания. Слишком долго они пытаются хотя бы кого-то зацепить. Это такие наивные попыточки. Может быть вдруг Space Plus для Бристлбэха, понятное дело, тот отпушивал ботом в этот момент. Но в соло Бристлбэк сложно. Сложно его будет здесь поигрывать. Дазл, кроме этого, нет. Он в таверне. Влет Afterlife на Фезера. И пак. Хороший дремкоил со одной стороны, с другой стороны. Ну и что? Типа пробивать, пробивать, пробивать. ШГ от Сона стакивать как раз в ушки. Дазл ТП что есть. Вон мув как будто понимают это все и даже не ошибаются. Нужен просто контроль для Бристлбэка, чтобы он вошел в драку. И парни стояли. Это дремкоил. Но мы видим, что за время дремкоила Бристлбэк не пробивает. Слишком мало у него еще дэмэджа. Остается минута 27 до окончания Ягиса. Свену надо бы, возможно, просто дофармить. Он решил говорить, парни, обождите. Мы за первый Ягис, правда, товара не поснимали. Это, конечно, минус. Ну ничего страшного. Ща я просто свои короны и слоты дофармлю и все будет. Окей, там БКБ летит как раз таки до Свена. Так что он неубиваем будет в буквальном смысле этого слова. Наложу уже БКБ. Да. Очень сложно справляться будет. Ну и счет 25. Вы сами все видите. Здесь даже комментарии бессмысленные какие-либо. И БКБ будет авторлайфа. Совсем скоро мы увидим 3 БКБ со стороны вон мув. Как с этим справляться? Ну да, окей, Шигетсу может быть и настакает минус армор. Да, может быть иголки настакает. Но они просто убегут. Они просто убегут, потому что сквозь БКБ контроль есть только один. И этот один сквозь БКБ контроль крайне беден. Ну и все. Вот что происходит с Шигетсу. Это надо заканчивать, короче, парни. Это уже вообще не игра, к сожалению. И выходить в гранд-финал предреченный на самом деле. Почти всеми комментаторами, когда мы увидели список участников, мы такие, ну, вон мув, скорее всего, брать ББ будет в бранд-финале. Так оно и случилось. Правда, не без сюрпризов всяких разных по ходу тут еще. Будет второго Рошана ждать, интересно? Придется, наверное. С другой стороны, если кто-то зафидит в НХГ и байбек потеряет, тогда можно заходить на рампу. Занять ботом, тройку там, захватить все. Рошану закончим. Ну, идеально. Ха-ха. Опять. На топе можно словить пака. Пак словили. Раз-два. Раз-два. До свидания. Хейт. Лайф. Продолжаем хейтить Лайф. Существует Дэд Инсайдер Пантомира. По всей карте. Ну, и фогус тоже сейчас отфидится. Ну, они вынуждены, да? Это цена сплитпуша. Тебе приходится сплетить, потому что иначе тебе зайдут 100% на ХГ. Ну, в смысле, ты закроешься. У тебя не будет никакого контроля, никакого фарма над картой. Поэтому, ну, приходится вот так вот действовать. Пак, конечно, мог бы и не нафидить, но тут уж такое. Да, не в таком объеме, да. Ну, условно говоря, тройка и четверка погибающие, это, в принципе, casualties. Да, а вот то, что пак погиб, это уже лишние потери. Вен в кайфе, у него и Момчик, который можно будет потом разобрать на бабочку какую-нибудь, если, конечно, игра дойдет до этого момента. С Сатаником, условно. Да. С Сатаник, конечно же, тоже немножко поднерфили, но Свена это не сильно кастнулось. Я, на самом деле, очень рад возвращаемый его. Потихоньку начали выпикать там на разные позиции, причем даже. Ну да, саппорт тоже неплохой. Правда, мне кажется, в этой мете, именно в качестве саппорта, он все-таки слабее стал, чем предыдущий. Так. Пошло, пошло. Эммер с Аркан Руной. Подходит очень легко. Даже не прыгает за Дазлом. Есть Вен, который подходит. Стан, раз, два тычка, Грейв, есть. Но у тебя кора нету. Братик бежит, но там даже стиков 20, но он решил не нажимать. Прям не сделал. Это бессмысленно совершенно. Пушаем Товарок на топе. Эх. Сенсации не происходят. А на прошлой карте так классно с Айберкой взорвались. Есть связка. Пемчик, прощай. Не, ну тут уже не пахнет дотой. Пахнет гранд финалом в ближайшее время. Тайминг Рошана. Как-то можно глянуть? Вот слева снизу, видишь? Это рандомный таймер. В смысле это окончание основного таймера, а потом дополнительный. Ну пока что расчеловочная. Да, ждем Рошана просто. Если будет минимальный таймер, то вот так мы и гранд финала попадем. У нас осталось по-моему до официального начала гранд финала 20 минут. Настолько подбивали, что думали 2-0 и все. Ну потому что это сценарий все. Я вот так и думал, сейчас Пак пойдет скипать пачку. Ну а что еще им остается делать? Как они в One Move просто это считают? Они просто ждут, когда кто-то пойдет отпускать. Он же не полился даже. Просто по-хорошему надо было не на лайне стоять, а из леса рабы кидать. Он так и делал, по-моему. Ну вообще его вроде на линии словили. Ну не суть, короче. Сложно, сложно. Не очень понятно, что делать дальше. Чарси купил пантомем, дает спаун в зэмбарей на антимейте. Прикольная штука. Не особо часто увидишь, потому что обычно у антимингов не так уж много денег. Но тут антиминг довольно богатый. Нашли Бристалбека, Шигетсу. Последняя надежда закончилась только что на ваших ранах. Просто ее прибили. Да, очень слабый файт. Вот пошел как раз на боте, Стэн Тамбой. И в принципе после еще 3 полкила от Свена было понятно, что эту игру в One Move не отпустят никаким образом. Ну и не ошибаются. Буквально не ошибаются. Слэн супер огромный. Мне кажется его в пятером не убить даже. Восемь тысяч у него разрыв. Сколько? Восемь. Да. С Бристалбеком. Нетворс. Ну разрыв тут крепкий, да. Влетает Даза со спины. Кликают еще и на Скай мага. Найдут легко. Это ж грустная игра для Скай. Он просто не с кем играть. И не во что. И вот эта белка 15 левела, жирнючая, просто прилетает. Говорит, давай вкастовывай меня там. Мистик Флеер. Че хочешь? Такие пожлопки. По жопке Фезера, да. Оставили пантомему. Килинг спри, если что, а Ван Дайинга. Кому же всем все равно на эту катку. Просто рофлят. КД через 12 секунд. Дейдалус Рейди на Свене. И они реально пойдут в Рошана? Вы че, смеетесь что ли? Ну очень сильно хотят. Финал сомневаются. Наверное пойдут. Ничего себе парни трейхарды, конечно. Ну это же какой-то не Камильфо. Ну, камон. Какой Вигис? Просто... Хотя, кстати, минимальный таймер замечу вам. Так что Рошан хочет, чтобы его быстро убили. Чтобы Ван Мува оказались на одной карте с Дахаком в обнимку. Вот как раз пантомем идёт проверять. Что, кто по твоему квала возьмёт? В СНГ квала? Ну да. Какая-то другая квала тебе интересует? Давай, хочешь, за Южную Америку поговорим? За Азию, да. Нет. Ну, мне кажется, всё-таки Virtus.pro может быть. Ну, с этими всё понятно. То есть... Но там же не один слот. У нас два слота, Юж. Мне очень. Один слот? Сквал? А Вайлд Кард? А-а-а, окей. Ну так, а на них-то кто-то выпадает? Ну вот, я об этом и говорю. Я бы не отдавал никому своё предпочтение. Я бы хотел, чтобы там всё-таки было побольше наших СНГ команд. И Na'Vi, и BB. Но кое-кто слишком прикольно считает. Да. Союж. Нерушимый. Так. О-о-о! Почти умер! Всё-таки погиб, всё-таки погиб. Лопнул. Но Свену пофигу на всё. В него выдали почти весь раз каст. И он такой на пол хп бегает. У него всё ещё Aegis есть. Его немножко отогнали. Прилетает Егор. Пробивает почти до конца. Ещё Afterlife на контратаке по двум. Хорошо, красиво, но эффективность и ноль. Сейчас он будет резать. Раз. Два. Гага? Пишем или нет, парни? Не, Егор говорит. Всё хорошо. Отпушиваю мидл. Сейчас проскрипаю, да. Профессиональный скипатель на Егоря. Не хочет отказываться. Но в целом топ-3 для Сайберкотов довольно неплохой результат. Они могли немножко лучше сыграть и первую и третью карты и попасть в гранд-финал. Но в гранд-финале, я думаю, уже очевидно было, что это было бы такое же повторение, как вчера. Третье место — это сколько? Сколько бабок? Я думаю, тысяч десять, наверное. Сейчас посмотрим. По-моему, неплохо. Ну, учитывая то, что это всё за неделю сыграно, то, да. Очень неплохо. И по где-то одно быстро в третий день в неделю. Так. Ну, семь. Sorry, гай. Второе — десять, и первое — двадцать. В целом нормально. Десять — только у нас не считать. Угу. Тридцать тысяч перефарма — уже некуда уже запихивать бабки, а? Казна переполнена, сэр. И больше золота не нужно. Парни, давайте драться. Уж барак. Так там Егор в таверне. Может быть, не надо драться? Может, подождать пака? Походу, не очень ждётся. Минус дузель. Минус сторона. Пак выходит из таверны. Егор сейчас будет показывать нам дремкойлы красивые, потому что вся команда ванмук стоит практически в одной и той же точке. Проблема в том, что их это не волнует. Вот он, дремкойл по троим, красивых. Но... Что дальше? А что дальше? А что дальше? Ну, он пытается. Он пытается. ПКБшку нажал. Афтерлайфа пробивают. Неплохо. Ещё одни там какие-нибудь иголочки запихнуть. Мулиноид просто затягивает со своим станом, но... Крест, конечно, есть, но кого он волнует. Везер погибает. Отправляется ещё и в бестмастер вместе с Даззлом. По кайфу. Иииии... Заветные две буквы... Нет, Егор говорит, я буду крипскипать. Какая? Да, бывает. Случается. Ровно полчаса, кстати. Ух. Как прикольно получилось, что я уходил из аналитики. У нас был один состав. Я прихожу в аналитику, у нас новый состав. Денис, ЛМ, привет! Тебе ещё раз. Ну что? Новый способ представлять людей – это давать им комментировать за кадром. Да, да, да. Чтобы люди не видели лица, не знали, кто это за человек, что вообще происходит. Кто же это, да. Можно было даже не представлять только сейчас. Типа, вы всё это время слушали Дениса. Да. Ну, было бы not bad. Привет, чатик. Привет, ребята. Привет. Да, как тебе настроение, Денис? Прекрасно. У вас очень красиво, очень приятно, очень здорово, очень вкусный кофе. Вау. Это отдельное спасибо нашему бармену, получается, надо будет сказать. Возможно, он смотрит трансляцию. Так. Ну что, у нас ЛМУ прошли в гранд-финал, получается. Чуть-чуть сюда. Отлично. У нас ЛМУ в гранд-финале против BB Team. И ты рад этому? Я лично, я, честно говоря, с ЛМУ хотел увидеть. Ну, как бы, не знаю, но новая команда в гранд-финале. Парни без ЛМУ не выигрывают. Смотри. Ванных уже видели против BB Team, уже несколько раз видели даже. Сколько? Два. Вау. А ты ко всему готов. Я смотрю. В верхней сетке они были, да? Ну, они до этого были в верхней сетке, но это имеется в виду в смысле в гранд-финале они уже были, да? Да-да-да, с BB Team они уже были в гранд-финале в прошлых же сезонах. Я просто комментировал гранд-финал предыдущего сезона, но я не помню, что там были. Ван Муве я точно помню, что там были BB. Что, Ёжик, как тебе карта? Карта вообще шикарная. Ну, она должна была закончиться тоже минут 15 раньше где-то, как и первая на самом деле, честно говоря. Но вообще, если overall взять, то CyberCats в этом сезоне супер-молодцы. То есть они дошли до третьего места. Это впервые у них такое, если я не ошибаюсь, за очень долгое время, чтобы они куда-то вот так высоко доходили. И красавчики парни. Но, конечно, против таких коллективов, как OneMove и BB Team пока тяжеловато. Это чувствуется прям, ну... Одну карту они хорошо забирают, вроде как, даже уверенно. А вот в самом конце, когда нужно поднажать, у них все. У них заканчиваются как будто какие-то идеи где-то. И... ну, здесь игра совершенно безинициативная была. Вообще. Я согласен, на флорокарте интрига была супер-приятная. И смотреть было действительно интересно сейчас. Как будто прям не додумали пикселей. Что-то поплыли. Что это за драка? Зачем она была нужна здесь? Да, это центральная драка, с которой у Флогоса просто закончилась игра на этом бисмастере. И из-за этого, соответственно, он не смог поддержать Бристалбека во времена. В целом, SteelSven, короче, оказывается норм тема против героев, которых тебе надо пробивать. Да, против которых главная проблема в том, что окей, они, может быть, и не такие уж серьезные и сильные. Но зато они непробиваемые. Просто... оказывается, минус арморная страта работает против SoloCarry. Акса бы, может, какого-то надо было взять. Да, мы прям три карты подряд говорим, типа, вот бы Акса увидеть, но... Против Даззла обычно мы хотим Акса. Его все не пикают и не пикают, и не пикают, и не пикают, и не пикают. Но я, честно скажу, рад тому, что не CyberCat сыграет в гранд-финале, потому что, к сожалению, они выигрывают только с Даззлом. Ну, с Даззлом, с Сларком. Вот. Без Сларка что-то у них не идет против сильных команд. Против слабых, да, там, вот. Они способны еще и с условной Фантомкой выигрывать. Получается, проблема все-таки в драфтах? И в пуле героев? Да, просто... ну, они просто слабые. Ну, не настолько слабые, чтобы, конечно, сказать, что они... Не настолько, прям, да. На прошлой карте они красиво показывали, в любом случае. Ну, может быть, еще пик, потому что был сильный... Это был вот легендарный типа пик, который... Фларкс от Шигетсу и Даззл под него. Легендарный? Легендарный. Легендарный. Я имею в виду, если они хотя бы две серии выиграют в рамках квалификации на International, я скажу, что они молодцы. Вот. Больше не уверен, честно скажу. Потому что, ну, команды там посерьезнее будут, конечно. Ну, вот там, опять же, на них и посмотрим. Ну, понятно, на квалах все-таки там, действительно, соперники немножко другого плана в том плане, что... Там и Virtus.pro, да, как бы... Вот CyberCast против Virtus.pro мы, по-моему, видели в прошлом сезоне, там все очень печально для CyberCast в том числе закончилось. Поэтому против трех грандов, можно сказать, они пока идут 0-3, если так взять победа-поражение. Ну и против Na'Vi они не играли, опять же понятно. Ну, новый пасть, может быть, до квала успеют придумать что-нибудь интересное. Ага. Опять же. Ну да, как раз закончится Куала Лумпур. Можно будет все это дело подсмотреть, потестить и так далее. Пока Куала, кстати, не приносит ничего такого невероятно нового, несмотря на то, что в нем борются те же самые OG, которые почти всегда придумывают свою собственную мету. Несмотря на то, что там присутствуют те же самые Сикреты, которые тоже бывают, что-то добавляет только Сларк. Сларк со стопроцентным рейтом, я не знаю, может быть, не стопроцентным уже надо зачекать сейчас. Вот. Но позавчера у него еще был стопроцентный на этом турнире. Так, пошла статсманская работа опять от Димана. Ну, короче, да, третья карта действительно в одну калитку завершилась. Для OneMove идеальная практически игра. Да, нетворс, точнее, преимущество по нетворсу было больше, чем количество минут сыгранных. Да, три пика, стопроцентный винрейт. Походу потом его просто банят перманенту. А во сорках? Да. В начале карты, по-моему, можно было кайф ловить, кстати. На Сайберкетс у них, по-моему, чуть-чуть было больше нетворсу. И по поводу второй карты? По поводу третьей. Не, вторая стопроцентно, там надо было ловить. Да, почему на Сайберкетс, если третья карта? Нет, там они в начале чуть-чуть перевесивали, там, когда... Так что, по-моему, он фармил. Сайберкетс. Нет, сначала там, да-да-да, они такие, хоп, поймал и кайф. Ну, опять же, посмотрим статистику. Двадцать шесть половиной тысячи у нас ирона Найта. В ноль, опять же, отыграл. Найт, на самом деле, вот в отличие от, наверное, в каком-то плане даже Миладжула, пока проводит очень достойный сезон, в том числе. У Найта пока все идет круто. У нас будет интервью, кстати, интересное? Или пацаны сразу пойдут отдыхать? С Миладжулом? Ну, потому что, ну, насколько я помню, между именно финалом лозеров и финалом там обычного интервью нету, потому что, ну, чуваки должны идти играть дальше. Будет? Будет? О, интересно. Все будет. Все обязательно будет. Afterlife, кстати, всего лишь одна смерть в третьей игре, в первой игре на ноль отыграл, ну, второе только там немножко не пошло, на Пангалиере все-таки четыре смерти он приобрел. Союз шикарный турнир тоже пока показывает 6-3-19 на белке, да и в целом Союз на тине, наверное, больше выделяется, прям, если так героев брать. Вот. Ну, я жду он. Несмотря на фид тамбы, кстати, оп, 6-1. Угу. А много тамбур из прям фидил? Да, да. 3 тамбы он отдал в первые 10 минут. Да, да. Возможно, и дальше отдавал бы, но, к сожалению, все противники умирали в моментах. У нас интересный гость, кстати, на связи с нами, это Ахиллес, это тренер команды OneMove, который сейчас будет рассказывать нам, как же это все свершилось. Ахиллес, огромный тебе привет. Приветствую, господа. Да, ну что, серия получилась. Полноценный. Best of 3. И, конечно, вопрос, наверное, первый, который у меня есть лично, это по поводу второй карты. В чем вот сила заключалась именно в сларке команды CyberCats? Или в целом у вас как-то что-то не пошло? Я расскажу секрет успеха команды CyberCats. Это первое. Это Кериш и Гетс в его сигнатурке. Второе. Это Врейспакт. Вот если это два фактора сочетаются, тогда они выигрывают. Вот на второй карте это как бы, ну вот, сочетание произошло, поэтому они выиграли. Молодцы ребята. Вот как раз вопрос. Мы во время аналитики на второй карте на драфтах говорили о том, что вы почему-то с Ларка не забанили, было очевидно, что он появится. Вы его специально отдали, чтобы потестить и осознать вообще, чем его можно контрить, или просто забыли, забили и так далее? Ну там немножко мы с ума сошли, решили всех героев против Квапу убрать, чтобы мидер команды CyberCats, Lantin, подумал, блин, ребят, не хочу играть в эту игру. Давайте в следующий раз, но по итогу... Да, ну по итогу немножко вот, да, не в то ушли, и вот Сларк появился, и там фрикатка получилась, да, для него по итогу. Хотя, опять же, даже вторую карту можно было в теории сноуболить, выигрывать, но там нас Квапа нафидела, мы не защитили бот-тавер с трендом, топ не открыли, и уже все, в фантомке играть сложно, Сларк набирает, и все, короче, уже ГВП я ливаю. Тут довольно много разговоров, у нас еще шло про игровую форму игроков OneMove, то, что сейчас, например, там, мелоджул где-то в каких-то моментах иногда бывает ошибается, но в целом, как ты считаешь, у всех ли все, в принципе, в порядке по игровой форме и готовили к квалификациям? Ну, скажем так, вот, у нас ребятки перед буткемпом решили, вот, почти все заболеть довольно-таки серьезно, поэтому у нас, как бы, вот, прям хорошую форму набрать, прям, вот, пока что еще мы в процессе, то есть, поэтому нам, в принципе, турнир DSL помогает, скажем так, свои слабые стороны найти, плюс какой-то там, да, лишний опыт, игры, то есть все это, как бы, ну, на себя со стороны смотрим, то есть мы в процессе набора формы еще. Понятно, а еще интересно про, опять же, вы вышли в гранд-финал, там у вас соперник BB Team, уже сколько раз, по-моему, вы с ними встречались и никак не удается с ними побороться, сейчас все-таки получится ли? В СНГ сцене я бы назвал эту серию L-классика, финал WCL, Bad Boom, пять карт, я даже могу старый разыграть, первую карту мы ведем, потом ее проигрываем, потом две карты отыгрываем довольно-таки легко, потом четвертая карта упорности в борьбе ее проигрываем и пятую мы обязательно еще и проиграем. Ну вот, думаю, эту традицию нужно нарушать уже, как бы, в сегодняшнем дне, я думаю, надеюсь, как-то поменять это все, вот, да, надеюсь, что выиграем уже наконец-то. Ну, сценарий есть. Ну, сценарий готов. Я думаю, чат лучше меня знает, как все происходит. Чат всегда знает лучше, естественно, это же всегда так работает. Ладно, Хилес, огромное тебе спасибо и удачи в гранд-финале, может быть, сегодня еще услышимся. Спасибо, пока. Пока. Как обычно, отправили просто тренера отдуваться за всех пацанов, но, да, видно, что они не в форме, потому что, ну, вот эта тема с заболеванием, походу, реально новая волна идет, и очень много народу и знакомых тоже заболевает, и наверняка у нас на СНГ-квалификациях будет, знаешь, половина народу, кто переболел, а половина, кто еще в течении. Может быть, это кому-то усугубит перформанс, может быть, нет. В любом случае, примерно одни и те же условия для всех, потому что волна и вправду какой-то заразой идет. Ну, на СНГ-квалах они когда будут, они там через полнедели плюс-минус. Так все как раз успеют нормально как раз покайфовать, ну, то есть, я имею в виду еще те, кто не заразился, те заразятся. А, все, я понял, как это было. И вообще идеально. Получается то, что сейчас они иммунитет вырабатывают, пока сидят на ДДСЛ. Идеальный план, идеальный план. Шикарный просто, действительно. Так, ладно, у нас, по идее, еще должно быть как раз вопрос, видео-вопрос от наших зрителей, которые продолжали... Это последний, если я не ошибаюсь, как раз вопрос, который у нас есть, так что давайте его посмотрим. Добрый день, дорогие участники и зрители. Мой вопрос связан от тесных взаимоотношениях автора и персонажа. Это история, которая длится уже очень-очень давно, и так или иначе мы ассоциируем их друг с другом. Эту историю можно описать как мечта десятков тысяч людей, которые не суждено было осуществиться. Внимание, вопрос. Я не прошу вас назвать это. Я прошу вас сказать основную мысль автора, которую до сих пор помнят все эти люди, кому это не безразлично. Я хочу перстень такой же. Кто-нибудь понял, о чем речь? Я хочу таблетки, братан, которые он употребляет для того, чтобы сочинять такие вопросы, потому что мне правда нужно. Звонок другу 50 на 50, я не знаю, повторить хотя бы? Не, не надо, пожалуйста. Текст в твоей форме куда-нибудь вывести. Не, мы можем, если хочешь еще раз прослушать и офигеть. Скаймак! Короче, есть какая-то книга, в ней есть какая-то основная мысль, и десять тысяч человек от этого страдают. Почему ровно десять тысяч? Потому что сказал десятки тысяч, ну там десять тысяч, двадцать тысяч, тридцать тысяч, ну я не знаю, короче, много людей просто. В общем, основная мысль какая? Кольцо. Кольцо? Продаем, бежит, кольцо падает, короче. Дота-2, welcome aboard. Окей, наш ответ кольцо, правильно я понимаю? Кольцо либо перстень там. Перстень. Наш ответ таблетки. Наш ответ перстень. Пожалуйста. Все, давайте покажите ответ, пожалуйста. Внимание, правильный ответ. Скорее всего, вы догадались, что под это подразумевался тот самый гайд на брюмастера, который так и не увидел свет. А ответом же является основная мысль автора, которая была сказана много-много раз. Никогда не клэпайте перед ультом. Браво! Очень плохая музыка. Это гайд на брюмастер. Я думаю, очень много людей по такому же принципу курсовые свои защищали. Типа, берешь, наваливаешь, 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 а потом показывают... А-а-а. А оказывается, это гайд на брюмастер. В этом был смысл. Так и Нолан пишет свои фильмы. Наверное. Так у него лучше получается. Естественно, естественно. Да, это, конечно, вопрос был просто шикарный. Было круто. Но у нас уже как раз мы выбрали, я думаю, победителя, который у нас был изначально. Это Руслан Уринов, который, соответственно, забирает себе Аркану и придумал лучший вопрос. Видео вопрос, если быть точным. И прислал его нам. Можно, кстати, по-моему, еще раз его и смотреть. Да, конечно, вообще шикарный вопрос. И самое главное, чтобы наш гость еще не смотрел, потому что Денис может ответить. Ну-ка. Интересно. Здравствуйте, уважаемые знатоки. И у меня к вам следующий вопрос. После The International Tree такому персонажу, как Pudge, Budge, The Butcher, Пиджак, Мясник, Добрякдув, Хукер, Гангер, добавили возможность покупать Блинк Даггер. Раньше такой возможности не было, как вы знаете. И это начали активно абузить. А именно, блинковались на High Ground и выхукивали союзников, а также противников. Этот абуз Valve пофиксила через некоторое время. Внимание, вопрос. Каким образом они это пофиксили? Говорю, High Ground он имеет его клифы. Да, кстати, давай как раз Денис обрадывай. Если я не ошибаюсь, там по-моему Рот просто сбивал Даггер. Об этом речь? Нет? Нет, нет, нет. Ну типа смотри, вот у тебя сидит, короче, на Клиффе Падж. Хукает тебя. Для этого он просто не мог это делать, потому что у него не было блинка. Потом блинк появился. Что дальше с тобой происходит? Ты мог сползать, по-моему. Да. Это правильный ответ? Да. Ну типа, в чем потом это убрали. Да, да. Я предлагаю еще раз посмотреть правильный ответ в исполнении Руслана. Если я не ошибаюсь, там еще кто-то за кадром у него смеялся. Это, возможно, были мы, но давайте посмотрим. А ответ такой. На протяжении пяти секунд выхуканный персонаж получал способность, которая позволяла ему беспрепятственно перемещаться с хай-граунда на лоу-граунд и обратно, схожая с Spider-Lex. И эта фишка была вплоть до патча 7.07, пока не добавили бесплатные телепорты со старта. Ну, короче, респект и уважуха Руслану. Может быть, это не самый лучший вопрос среди всех, что у нас были, но это самая крутая подача, которая была. И даже не просто про маску, а про харизму этого замечательного человека. Так что, да, добавляй еще больше вопросов на следующие сезоны. Мне кто-то рассказывал, что наверняка они будут. Сценарий уже написан, причем заранее. И хорошие ностальгические воспоминания. Плюс, по-моему, это был какой-то семнадцатый год. Тогда дота была прекрасна. Ну, опять же, поздравляем еще раз Руслана с победой, с тем, что он заберет Аркану и, скорее всего, заберет ее на Пуджае, я так понимаю, судя по его внешнему. А я не знаю, у нас есть выбор какой-либо, что ли? Вообще других Аркан не существует? Ты про это? Нет, я про то, что у нас нет выбора, наверное, какого Аркану ты забираешь. Да? Да нет, мне кажется, есть. Есть? Ну, ладно. Ну, собственно, никто не знает об этом. Мы на паузу-то идем до гранд-финала или что? Каков план? Расскажи. Я, на самом деле, еще бы пообщался с Денисом, потому что у нас как раз пока времечко есть перед гранд-финалом. Денис, у меня, на самом деле, к тебе вопрос касаемо твоего трека, недавно выпущенного, с Virtus.pro. Вообще, как давно ты следишь за ВП, как давно ты болеешь за Мишкой и, в принципе, играешь в Dota? Мне кажется, Virtus.pro – это самая популярная команда на просторах России до 100%. И вообще об организации знают все, кто хотя бы чуть-чуть сидит за компьютером. Играю в Dota я с первого International. У меня пришел Invite, как и многим из нас. То есть играю супердавно. Года четыре назад я про золотой состав песню написал. Мне даже они в ВК выложили клип. Я тогда подумал, вау, как это здорово. Вот. Ну а сейчас это уже обернулось все более в официальную форму. Там было предложение от Invite Music к нам, как Legacy Music. Есть вот такая вот идея и такая тема. Сейчас Virtus.pro совместно с ВК-музыкой работают, вот двигают. Есть такая штука. Мне пришло предложение. Я такой, ну естественно, ну конечно, ну как же. И поэтому вот мы имеем сейчас такой замечательный трек. Слушай, а вот что тебя именно вдохновило на написание? Вот может быть какой-то конкретный там эпизод или там из жизни ВП, который тебя вдохновил? Папки. Чел. Ну... Нет. В смысле? Ладно. Димон, ну... Мне уже было доказано там много лет назад, что я это сделал все на добровольной основе. Здесь я только еще и больше удовольствовал. Еще и к вам пришел в гости. Ну... Вот. Ну вот. А ты бабки, бабки. Я на самом деле рад новому составу, новому керри. Как все обернулось, не со всех сторон это было, конечно, позитивно там в какой-то момент, в плане Virtus.pro. Но сейчас это все круто, поэтому я написал это с легкой руки, я пришел на студию, пришел такой запрос и я полетел. Это все очень легко прошло, мы с нашим саут-продюсером сели, заколавили и на одном дыхании. Прикольно. Слушай, у меня на самом деле еще личный вопрос к тебе. Я вот, наверное, лет 7-6 назад где-то слушал треки про дотов твои. Вот. И в какой-то момент ты очень жестко прервался с ними вообще. Вот. И у тебя вот сейчас возвращается вот это вот чувство, что, может быть, вернулся, типа, начать опять делать треки, гайд-минутки, вот эти дела? Может быть. Дело в том, что последние два года я же активно являюсь продюсером одного из ведущих лейблов у нас в стране, поэтому я больше остаюсь в тени, в бэкграунде и занимаюсь коммерческой музыкой. Так получилось, что а почему бы не записать рэп немножко про доту? Как это пойдет сейчас, посмотрим. Я думаю, да. Я думаю, что можно еще попробовать посмотреть, тем более в день трек слушают. Это был эксклюзив для ВК. По 15 тысяч человек. Я думаю, это неплохие цифры. Можно продолжать. Ну, а тогда расскажи про сцену дота рэперов нынешнюю. А, я не знаю. Ну, все знают Shadow Raze. Там дальше. Есть ли конкуренты? Ну, Квиз Мяу, типа Shadow Raze. О, да, это разве дота рэп? Это уже больше... Но он... Хорошо, последний важный вопрос. Я думал, что как раз его Ёж спросит. Что, в FL-ке, Аблик? Чел? Или Аблтон? Я слишком старый для Аблтона. Окей, понял. Значит, FL-ка. Не, все нормальные пацаны сидят в FL-студию. Sorry. Нет, ну не уфаки все это. Аблтон, не, мы старички, бородатые. Только резать дорожки во фруктах. Все, все. С фруктами все ясно. Прекрасно, прекрасно. Я за один стол с ним больше не стану. А, ты Аблтон фан, да? Ты серьезно? Не, ну это Киаш больше про электронику не жалко. Ну это да, это больше... Ну если электроника, то Аблтон, да. Короче, ладно, у нас все. У нас разговоры пошли вообще в музыку. У нас еще гранд-финал впереди, друзья. One Move против BB Team. Но это будет после небольшой паузы. Минут примерно 20. И мы вернемся смотреть гранд-финал 14 сезона D2L. И мы вернемся в тюрьму. И мы вернемся в тюрьму. И мы вернемся в тюрьму.